Ваше Преосвященство, уважаемые отцы, братья и сестры, сегодня мы будем общаться о всем хорошо очень известном кронштадтском пастыре, о отце Иоанне Ильиче Сергиеве. Его житие очень обширно, здесь можно ни одну, ни две, ни три, ни четыре беседы, здесь можно посвятить огромное количество лекций, бесед, встреч, жизнеописанию этого святого угодника Божьего, тем более, что он после себя оставил огромный труд богословский, свой дневник в первую очередь, это «Моя жизнь во Христе», а сейчас уже многие издательства берут этот дневник и выбирают из него записи отца Иоанна по каким-то определенным темам и издают отдельные книги. Но сегодня мы будем говорить исключительно о житии отца Иоанна Кронштадтского, некоторую часть постараемся его разобрать, и, Владыка, благословите, тогда начнем. Отец Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пенежского уезда Архангельской губернии. Пенежским уезд назывался, потому что протекает река Пенега, Сура находится на этой реке, и расстояние до Архангельска порядка 360-380 километров. Ну а если смотреть от города Ейска, от кафедрального города нашей епархии, то расстояние там будет гораздо больше – 2700 километров. Немалое расстояние. Численность на 2012 год – менее 1000 человек. То есть сейчас это очень малочисленный населенный пункт. Вероятнее всего, что не сильно большим он был и во время жизни отца Иоанна Кронштадтского. Примечательно, что служил ранее в Суре преподобный Сергий Малопенежский. Он прославлен в лике святых и почитается в соборе Вологодских святых. Этот угодник Божий родился в 1493 году, а представился, отошел ко Господу в 1585 году. В Суре есть достопримечательности. Естественно, самая главная достопримечательность этого населенного пункта – это музей отца Иоанна Кронштадтского, поскольку он самый известный выходец из этого села. Еще есть советский батутист, но, конечно же, ни слава, ни популярность одного с другим нельзя сравнивать. Отец Иоанн Кронштадтский известен в России и далеко за ее пределами. Интересно и стоит отметить, что вот это здание музея – это дом одной из сестер отца Иоанна. У него были сестры Анна и Дарья. И вот Дарья, она вышла замуж, очень рано овдовела и стала наследницей вот этого дома, в котором сейчас находится музей отца Иоанна Кронштадтского. Но там рассказывается в музее не только о нем и вообще о его семье, о их быте, о том, как они жили. Еще одна достопримечательность в Суре – это Иоанн Богословский женский монастырь, который, нетрудно догадаться, был основан по благословению отца Иоанна Кронштадтского. В советские годы его судьба мало отличалась от судеб прочих храмов и монастырей. Сейчас он восстанавливается активно, и мы здесь видим фотографии в период восстановления, и фотографии уже, когда заметно, что восстановление приближается к концу. Хочется отдельно сказать о семье отца Иоанна Кронштадтского. Илья Сергеев – его папа и мама Феодора. Отец был дьячок местной церкви в Суре, и жили они, получается, в пятером. Отец Иоанн Кронштадтский был тогда мальчиком еще две его сестры – мама и папа. Жили в крайней бедности. И с детства будущий пастырь Кронштадтский знал, что такое беднота, нужда, слезы матери и труды отца, которые он прилагал, чтобы прокормить свою семью. Но очень важно отметить, что именно родители привили ему любовь к Богу, любовь к церкви, потому что, когда находились они в крайней нужде, им ничего не оставалось, как можно чаще прибегать за помощью Божьей и молиться Богу. Отец Иоанн Кронштадтский родился очень слабым мальчиком, болезненным, и родители даже боялись, что он в младенчестве умрет, поэтому покрестили его, что называется, Паскору. И в тот день совершалась память Иоанна Рыльского, в честь которого и назвали они своего ребенка. Этот мальчик, будущий величайший святой, после крещения окреп, пошел на поправку, и родители в этом увидели перст Божий. То есть Господь за их труды молитвенные, за то, что они быстро покрестили ребенка, прибегнули к этому таинству как к спасительному, к целительному. Господь дал здравие ребенку. И они дали себе друг другу и себе такой обет, обещание, что они будут воспитывать ребенка исключительно в духе христианской любви. Они будут учить его молиться, приучать к посту, к богослужению. Отец часто брал его с собой в храм. Это очень важно, чтобы понимать. Отец Иоанн Кронштадтский стал таким во многом, благодаря тому, что с детства прививалось ему правильное восприятие окружающей жизни. И место для церкви было определено в семье очень точно. Церковь занимала главное место в жизни и родителей, и детей. Беднота и быт такой семьи очень отразились на характере отца Иоанна, сформировали его. Из жития мы знаем, что это был человек очень умеренный, воздержанный, в меру скромный и молчаливый. Будучи еще мальчиком, он избегал шумных и озорных игр с детьми. Но это не был человек закомплексованный или, как можно было бы сказать, забитый. Он уходил внутрь себя, чтобы поразмышлять. Он любил много гулять, он смотрел на природу, восхищался этой природой. И поскольку ему было преподано и продолжали преподавать религиозное образование, он от природы восходил к Творцу и восхищался величием Творца, Господа. Отец начал учить его грамоте с шести лет. Но грамота ему давалась с большим-большим трудом. Здесь можно вспомнить Сергия Радонежского. И он не унывал, но часто находился в удрученном состоянии, из-за того, что сложно ему было постигать все науки, которые преподавал отец. Потом отец смог собрать какие-то средства, деньги, и отправил его учиться в Архангельское приходское училище. Там учеба проходила тоже с большим трудом, но кроме этого он испытал в этом училище и очень большую тоску и одиночество. Но поскольку этот человек уже был полностью сформированным религиозным сознанием, он ничем другим не занимался в минуты тоски и удрученности, как молился. Обращался к Богу, изливал свою печаль перед ним и просил помощи Божьей. После того, как он окончил Архангельское училище, а окончил он его первым, лучшим, потому что помощь Божья к нему пришла, у него, как он сам пишет, как бы открылись очи, и он стал с легкостью постигать науки, прекрасно все запоминать, и учеба перестала быть для него тяжким временем. Вот он заканчивает училище Архангельское, поступает в семинарию, и после этого окончания семинария он поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию. Причем поступает он на казенный счет, то есть, как сейчас говорят, на бюджет, оплачивалась учеба дальше уже академией, но прежде чем поступать в академию, он стоял перед выбором, не стоит ли ему перейти на заочное отделение в семинарии и помогать матери, потому что, когда он учился еще в семинарии, скончался его отец, отец, которого он очень сильно любил, относился к нему с большим трепетом, благоговением, отец умирает, и Иоанн Кронштадтский хочет стать дьяконом, если получится, чтобы его рукоположили, или дьячком, чтобы зарабатывать средства и помогать матери. Но вот здесь мама, будучи христианкой, человеком очень богобоязненным и высокоморальным, нравственным, она запретила сыну отказываться от высшего образования и настояла на том, чтобы он закончил очно семинарию и очно пошел учиться в академию. Он послушал маму, не стал ей перечить, но все-таки поступил очень находчиво. Он в семинарии выпросил себе канцелярскую работу, за которую получал небольшие деньги, но тем не менее он мог хотя бы какие-то малые сбережения отправлять, чтобы помогать маме. То есть это человек, который заботился о своей маме даже на большом расстоянии. Когда он учился в академии, Иоанн Кронштадтский, он хотел по окончании направиться миссионером в Сибирь или в Северную Америку. Но Господь определил совсем по-иному. Здесь хочется вспомнить святителя Николая Чудотворца, который изначально тоже хотел находиться в затворе, в уединении, чтобы молиться Богу, посвятить всю свою жизнь молитве, затворничеству. Но Господь управил по-другому. И вот отцу Иоанну Кронштадтскому также Господь не благословил заниматься миссией в Сибири или Северной Америке, а по окончании академии в 1855 году ему предложили жениться на дочери протеерея Андреевского храма города Кронштадта. И после этого уже принимать священный сан. Отец Иоанн согласился, вступил в брак с Елизаветой, но брак был особенный. Это знают все, потому что отец Иоанн Кронштадтский, он уникальный в этом отношении человек, и брак его уникальный, и жена у него была особенного склада, потому что в первый же день после вступления в брак он ей сказал, «Очень много, Лиза, хороших, добрых семей и счастливых без нас. Мы же с тобой давай вместе послужим Богу». При этом надо сказать, что жена сразу, она не смогла воспринять его слова, ей было сложно это понять, еще сложнее было это принять, потому что она воспитывалась в семье священнической, она готовила себя к вступлению в брак, к деторождению, к воспитанию детей в православной вере. И здесь все это надо было перечеркнуть, от всего отказаться, ей было сложно. И по некоторым свидетельствам она даже обращалась за помощью к архиерею, чтобы он увещевал отца Иоанна, ее супруга, чтобы они жили полноценной семейной жизнью. Но отец Иоанн делал все это не по гордости, не потому что он хотел выделиться, а потому что он искренне хотел служить Богу. И поэтому никакие увещевания, просьбы на него не повлияли. Они жили в девстве, в таком, у них была настоящая малая церковь, семья, где жена полностью растворилась, была незаметна за трудами, за святостью и за величием своего мужа. Хоть он был и священник белый, то есть женатый, но он был настоящий аскет. А основа его аскетизма – это пост и молитва. Отец Иоанн очень много пребывал в молитве, совершал общественное богослужение, сугубо совершал божественную литургию, читал правила положенные, очень много молился с людьми, которые его приглашали, просили его молитвенной поддержки. И потом Господь для него открыл, что трудов миссионерских ему придется понести много именно в Кронштадте. И вот постом, молитвой он себя подготавливал, как бы так закалял, потому что Кронштадт в то время – это был особый город, в который ссылали из столицы, из Санкт-Петербурга людей асоциального поведения, то есть преступников, тунеядцев. И город был наполнен такими людьми, а кроме того еще в порту работали разнорабочие, чернорабочие. И, естественно, они вели ночной образ жизни, они пьянствовали, грабили людей. И это была очень сложная обстановка в городе, но отец Иоанн, он направлен был, как он сам рассуждал о себе, не только к людям, которые белые, то есть ведут дневной образ жизни, но и к людям, которые темные, черные, ведут ночной образ жизни. Беднота, пьянство и разбой. Он к этим людям шел и с ними очень много общался. И самое интересное, ну не самое интересное, а очень интересный факт, что первыми его дар сострадательной любви и его святость смогли рассмотреть именно эти люди, которых за людей современники многие не считали. То есть те люди, которые мешали им жить, дебоширили, воровали, грабили, были постоянно пьяные, попрошайничали. Вот они первые разглядели в отце Иоанне дар, которым его наделил Господь. А потом за ними уже разглядела и вся Россия. Интересно, что за его сострадательную любовь и сострадание к нищим, к бедным, за то, как он за ними ухаживал, как он к ним ходил, в их кварталы, в их темные дома, как он их посещал, его многие укоряли, злословили, не понимали, на него клеветали, даже в прессе, потому что многие люди не верили в искренность, что он делает это от чистого сердца. Но отец Иоанн Кронштадтский, несмотря на то, что его даже называли юродивым, он все это со смирением спокойно переносил, молился Богу. И вот тоже, как Господь все управляет своим промыслом, за то, за что его ругали, злословили, через некоторое время его стали прославлять. За то, какой он добрый, за то, какой он сострадательный, как он обращается с людьми, его стали за это прославлять. И особенно стали говорить о даре сострадательной любви. Причем интересно, что митрополит Антоний Храповицкий, который в 1890 году познакомился с отцом Иоанном Кронштадтским, долгое время с ним общался, он написал книгу митрополит Антоний «Пастырское богословие». Это фундаментальный труд, прекрасный труд по пастырскому богословию, в котором он одним из даров, преподаваемый в Хиротонии, называет дар сострадательной любви священник. И здесь надо отметить, что опыт Иоанна Кронштадтского стал одной из основ курса пастырского богословия, который составил митрополит Антоний. То есть, взирая на Иоанна Кронштадтского, он для себя определил, что у каждого священника, но это было его чисто учение такое, в своей книге он пишет, есть от Господа дан дар сострадательной любви. И каждый священник должен понимать, что он его в себе имеет, и развивать его. Причем интересный момент, что отец Иоанн Кронштадтский, он развил его в себе настолько, что это не вызывало сомнений ни у кого. Человек не просто филантроп любит людей, а именно умеет им сострадать, разделять их тяготы, как заповедал Христос. Причем стоит отметить, что отец Иоанн Кронштадтский в определенный период его жизни открылся новый дар, это дар чудотворения. И хочется мне сейчас привести в пример рассказ, который он сам рассказывает о себе, как первый раз случилось совершить чудо. К нему пришли люди и попросили, чтобы он помолился о некотором болящем человеке. А отец Иоанн пишет, что я уже тогда имел привычку и особенность никогда и никому ни в чем не отказываться. Я согласился, начал молиться, но молился так, чтобы Господь управил по своей воле с этим человеком, чтобы промысел Божий был на нем. Но потом пришла некоторая бабушка, которую все знали в городе Кронштадте. Она была аскетичного образа жизни, молитвенница, несла серьезные подвиги, подвиги поста, воздержания. И она пришла ко мне, пишет отец Иоанн, и стала требовать, чтобы я молился именно о исцелении болящих. Отец Иоанн говорит, я пришел в ужас, к чему она меня хочет сподвигнуть. Это такая дерзкая молитва, вмешиваться в промысел Божий. Но я подумал, что вероятно, Господь меня к этому призывает. И отец Иоанн говорит, я исповедовал перед Господом свою немощь, свои грехи, и начал молиться о исцелении. И когда было подарено исцеление человеку, я понял, что Господь призывает меня к новому послушанию. Потому что через некоторое время, второй раз по моей молитве, пишет отец Иоанн, совершился точно такой же чудесный случай исцеления. Я думаю, что стоит отметить, что отец Иоанн Кронштадтский, он и сейчас совершает чудеса. И к нему стоит обращаться именно как к живому. Так нас церковь учит. Многие люди в то время хотели посмотреть на отца Иоанна, послушать его, взять его благословение, но они не могли ему молиться. А мы, люди, которые живем после уже прославления отца Иоанна Кронштадтского, имеем прекрасную возможность молиться ему. Какие бы ни были искушения в жизни, сложности, можно обратиться к нему и за благословением, и за вразумлением. И почаще надо прибегать к этой возможности. Так вот, интересный момент насчет дара. Дар сострадательной любви и дар чудотворения. В одной из редакций «Жития» отца Иоанна написано, что дар чудотворения он получил за свои труды. Молитвенные подвиги, за воздержание, за пост. Но есть и другая точка зрения, что этими подвигами он себя подготавливал к тому, чтобы стать способным, чтобы через тебя происходила божественная благодать, и Господь совершал чудеса. То есть, как пишет Господь в Евангелии, «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Отец Иоанн вел такой образ жизни, он себя подготовил к тому, чтобы быть избранным. И через него Господь изливал огромное количество милости и благодати своей. И также с даром сострадательной любви. Если митрополит Антоний Храповицкий прав, и у каждого из священнослужителей есть этот дар, то стоит задаться вопросом, как мне его развить? Или как надо, какой надо образ жизни вести, что мне надо сделать, чтобы приуготовить себя к тому, чтобы дар во мне раскрылся и процвел? Определенный период жизни отца Иоанна, ну так, условно, третий период, потому что первый период – это его детство, потом учеба, второй период – это хиротония, рукоположение перед этим, вступление в брак, и второй период – это его труды, его служение людям. Он шел к бедным, к нищим, а потом наступает момент, когда они стали идти к нему. Вот это третий период, потому что в Евангелии Христос сказал, светильник, который возжигают, никогда не ставят под спудом, его ставят на возвышение, чтобы светил всем. И то есть, когда отец Иоанн потрудился достаточно, Господь уже прославил его так, что к нему начали стекаться в большом количестве. Тысячи людей и десятки тысяч писем приходили к отцу Иоанну, и интересный факт такой, забавный даже, в Кронштадте почта, отделение было открыто, специальное отделение, куда принимали письма и телеграммы для отца Иоанна, потому что такое количество было, что они могли справляться в обычном режиме. К нему приходили люди, пытались прикоснуться к нему, пообщаться с ним, и часто жертвовали деньги. В переводах, то есть письмо отправляли ему, а в конверте лежали деньги. Или так давали деньги в конвертах ему. Сложно подсчитать, сколько денег он мог иметь в руках, но по некоторым представлениям, в год он мог получать до миллиона рублей. Но эти деньги у него абсолютно не сохранялись, потому что он все отдавал. Был даже случай, когда на некоторый промежуток времени архиерей запретил отцу Иоанну выдавать заработную плату на руки, потому что он сразу все отдавал. И здесь стоит вспомнить о его жене, которая жила с великим светильником, но жизнь у нее была очень сложная. Не в плане, что несчастная или угнетенная, а в плане трудов. Потому что отец Иоанн она его практически не видела. Он служил, общался с людьми. Он мог прийти домой без обуви, отдал кому-то сапоги, мог прийти без верхней одежды. Деньги все раздавал. Причем есть такой случай, когда один купец попросил его помолиться и дал ему конверт, а отец Иоанн взял, поблагодарил, и они выходят из подъезда, он берет этот конверт и отдает сразу же нищему, который сидит здесь и просит милы. Купец в ужасе говорит, отец Иоанн, там же было 3000 рублей, вы что? Он говорит, ну ты знаешь, это сегодня для него счастье, сегодня его день счастливый. То есть вот так отец Иоанн все это раздавал людям, но на эти же деньги он устроил в Кронштадте дом трудолюбия. Это был целый комплекс, там была школа, церковь, мастерские, где люди могли трудиться и приют для осиротевших детей. То есть отец Иоанн Кронштадтский, он прекрасно понимал, что человека мало воодушевить, чтобы он исправил свою жизнь, ему еще надо дать возможность где-то трудиться, находить в себе пропитание. И вот один интересный случай, который описывается в житии отца Иоанна, мне бы хотелось его прочитать. Один ремесленник рассказывает, мне было тогда 22-23 года, «Теперь я старик, а помню хорошо, как я видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал. Семья голодала. Жена потихоньку по миру собирала. Жили в дрянной конуре. Прихожу я как-то раз домой не очень пьяный и вижу, какой-то молодой батюшка сидит на руках, сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был, как Христос, на картинке благословения детей. Я было ругаться хотел, вот, мол, шляются. Да глаза батюшки ласковые и серьезные меня остановили. Стыдно стало. Опустил я глаза, а он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в коморке рай, потому что где дети, там всегда тепло и хорошо. И о том, что не нужно этот рай менять на кабацкий чад. Не винил он меня. Нет. Все оправдывал. Только мне было не до оправдания. Ушел он. Я сижу и молчу. Не плачу. Хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит. И вот с тех пор я человеком стал. Удивительный, конечно, случай, как одна встреча изменила этого мужчину. Но отец Иоанн понимал, что иногда бывает этого недостаточно. Человека надо сподвигнуть, подтолкнуть и еще помочь в начале его пути. То есть люди, которые приходили в дом трудолюбия, они молились там, исповедовались, причащались. Им давали работу. Они осваивали какое-то ремесло, чтобы потом они могли, вырвавшись из лап и сетей лукавого, чтобы они могли вернуться к нормальной, человеческой, добродетельной жизни и трудиться. Интересно, что в Санкт-Петербурге отец Иоанн своим благословением основал Иоанновский женский монастырь на реке Карповка. Иоанновский монастырь называется, потому что он в честь Иоанна Рыльского. И этот предел освещал сам отец Иоанн Кронштадтский. Ныне его мощи покоятся именно в этом монастыре, в нижнем пределе, в усыпальнице. И там же в усыпальнице находится музей отца Иоанна, в котором хранятся его облачения, его личные вещи, которые многие были потом после прославления переданы его знакомыми, близкими людьми. История обители очень интересная. Сохранили также вещи первой ибумени этого монастыря. И когда я учился в Санкт-Петербургской академии, отцы, которые были на старших курсах, они говорили, ты сессию можешь не учить. Как только приехал в Санкт-Петербург, первым делом иди к мощам отца Иоанна, Ксении Блаженной и Александра Невского. Ну и там уже сессия сама собой будет закончена. И, конечно, мы прекрасно понимаем, что надо учиться и готовиться, но все делали именно так. Первым делом бежали к отцу Иоанну, умолились, просили и верили, что отец Иоанн помогает. Я думаю, что помогает. Стоит сказать особо, что из-за своей занятости, когда к нему стали стекаться в огромном количестве люди, отец Иоанн Кронштадтский отказался, точнее, от преподавания. А преподавал он в городском училище и в городской гимназии. Причем преподавал на протяжении 25 лет. И многие люди очень сильно жалели о том, что отец Иоанн прекратил преподавать, потому что у него не было тех людей, тех студентов, тех школьников, учеников, которые бы не любили его. У него была своя система. Он никогда не ставил поощрительно хорошие оценки, никогда не ставил отрицательные оценки, никогда не спрашивал домашнего задания. Он к каждому относился, как уже было сказано выше, сострадательной любовью. Искренно с любовью. Каждому человеку. Его всегда слушали, любили его лекции. Он очень много приводил примеров из жития святых. А когда он выступал перед педагогами, перед учителями в начале учебного года, он всегда говорил так. Вот моя методика. И я это делаю именно потому, что мы нашему Отечеству должны дать в первую очередь человека и христианина. А потом уже все науки. И вот, как я говорил, сейчас из его дневниковых записей создают отдельные книги. Есть такая прекрасная книга «Учащим и учащимся». То есть на своем опыте отец Иоанн рассказывает о том, как стоит преподавать подрастающему поколению знания о Боге, о церкви, о жизни, о современной жизни. Я думаю, что эта книга была бы полезна и преподавателям воскресных школ, и священнослужителям, которые общаются с детьми, посещают школы, учебные заведения. И хотелось бы мне закончить сегодняшнюю лекцию тем, что отец Иоанн, когда отказался от преподавания, в житии сказано, он подвиг закона учительства оставил ради подвига души попечения. То есть он следовал за пастырем добрым, за Христом, за пастырем начальником, подражать ему старался во всем и понимал, что души попечения важнее, чем закона учительства. Хотя во многом души попечения определяется и разъясняется через закона учительства, но тем не менее отец Иоанн понял, что Господь призывает его оставить одно послушание и заменить его другим. Вот такой небольшой рассказ, это лишь малая-малая часть о отце Иоанне Кронштадтском, потому что далее можно будет поговорить о том, какой был у него день, каждый день, как он проводил. Можно будет поговорить отдельно о чудесах, которые он совершал выборочно, потому что их было огромное множество. Ну и, конечно же, стоит обратиться к его дневниковым записям, потому что он ввел дневник на протяжении многих лет, верял ему все свои мысли, чувства, сугубо мысли и чувства после или во время литургии. Есть некоторые молитвы, которые были им составлены, которыми он молился. Это, я думаю, будет нам всем очень полезно, интересно. Я постараюсь Божьей помощью, Вашим, Владыка, благословением к следующей лекции подготовиться и продолжим тогда постигать житие и наследие отца Иоанна Кронштадтского. Отец Дмитрий, мы Вас благодарим. Спасибо. Я от Вас впервые узнал, что на основе его жизни, пастырской деятельности митрополит Антоний Храповицкий написал свой труд. Но я знаю один факт еще. Когда Иоанн Кронштадтский посещал большие города, вокруг него стекалось очень множество народа, большое множество народа, скажем, в Харькове или в Киеве, где Батюшка появлялся, на площади в тот же миг вырастало порядка 70 тысяч человек. Когда он был в Киеве, то один психиатр наблюдал за ним очень долго везде, где Иоанн Кронштадтский появлялся, и потом он написал труд, диссертацию, назвал ее так, единственный психически нормальный человек. То есть в любом случае, видимо, он сделал вывод такой, что у каждого человека есть отклонения свои, но у нас всех это есть. Почему? Потому что когда человек не святой, значит, он не бесстрастный, значит, он имеет страсти, и, соответственно, это наша болезнь. И вот он долго наблюдался святым праведом Иоанн Кронштадтским, увидел, что этот человек живет небесной жизнью, что у него дух, душа, все в порядке. И вот сделал такой вывод, написал целый диссертацию, видимо, защитил номера. Единственный психически нормальный человек, которого видел свою жизнь. Но с одной стороны, что вы излагали, вроде бы, конечно, все на слуху, все известно, но я сейчас сделал такой вывод, что такие святые действительно периодически надо нам слышать, обновлять это в себе. И когда вот вы рассказываете, все вспоминается, что мы читали, и такая теплота появляется к этому святому, и вы сказали, что матушка его несла такой подвиг. это подвиг тоже изрядный. Я просто когда читал, я удивлялся, потому что она в этом плане подражала Христовой Богородице, когда Господь был во славе, его все прославляли, Матерь Божия в стороночке, вот только заботился о Христе. Вот, а когда уже Господу тяжело было, страдания терпел, то Матерь Божия рядом пребывала, и сострадала ему всячески. Вот так и Матушка Рисовета была призвана своим супругом к такому изрядному подвигу, об этом пишет и Свилан Афонский, что говорит, подвиг выше монашеского, когда священник имеет рядом супругу, но живет по-монашески. И, конечно, у нее были свои искушения, я недавно читал, сомневаюсь, что это правда, но, возможно, и правда, как Иоанн Горштадский в своем дневнике тоже писал о ней, что она понуждаемая, видимо, необходимостью что-то купить, взяла у него без спроса какие-то деньги, вот, и говорит, когда я сделал замечание, она на меня накинулась, вот, с такими всплесками эмоций, но, возможно, и правда, потому что жить рядом со святым человеком, не будучи саму святому, конечно, это крайне тяжело, все страсти обнажаются, но однозначно то, что матушка жила в покаянии, она стремилась за своим супругом и пастырем, и, несомненно, он наследовал Царство Небесное, потому что жила вот в подвиге, они и скачались там очень рядышком, потом, по-моему, сначала Яна Каштатская, потом супруга, буквально небольшое расстояние прошло, небольшое время, и она тоже представилась. Благодарю отец Демитрию, ожидаем еще. Спасибо, Господи, Владыка, спасибо, благословите меня.